Все знают, что Фёдор Конихов дошёл до Австралии на лодке в этом году. Наша съёмочная группа отправилась к нему в Москву, чтобы показать вам, дорогие друзья, где живёт знаменитый путешественник. Я Австралию давно знаю и мои экспедиции проходили в Австралии с 1990 года. Я впервые шёл на яхте вокруг света. Это было моё первое крутосветное плавание в Сидне-Сидне без остановки. Мне помогал австралийский как раз мой друг, путешественник Дик Смит. И вот сейчас я пришёл в Австралию четвёртый раз, только уже на весе на лодке. Всё время я заходил в Австралию на парусной яхте. У меня было шесть кровосветных плаваний, из этих шести. Я ещё два раза заходил в Австралию. Заходил в Албани, я заходил в Хобарт. Там у меня много друзей. Многие меня знают. Я полюбил Австралию. Вот сейчас пришёл я в Бриздман с Чили на своей весеной лодке Тургаяк, на которой за 160 дней прошёл 17300 километров. 9000 миль, так если перевести на миле. Но я с 2002 года, моя команда работает над воздушным шаром, это стратостар, перелететь вокруг света, пролететь на высоте больше, чем 10 тысяч километров вокруг света. И мы выбрали как раз старт с Австралии. И снова мне помогает мой друг Дик Смит. Старт будет проходить с Австралии, с австралийской великой пустыни. И планируем за две недели, 13-14 дней пролететь над Новой Зеландией, Тихим океаном, Чили, Аргентина, Атлантический океан, Индийский океан и произволиться в Австралии. Вот над этим проектом мы работаем. И если будет всё складываться и Богу будет угодно, то этот проект начнётся осуществляться с июня месяца 2015 года, потому что это сезон, сезон перелёта как раз по ветрам, по климату. Это июнь, июнь, август, сентябрь. Мы выбираем как раз на июль месяц. Вот я снова буду в Австралии, хотя я полечу и зимой в Австралии. Вести подготовку стартовую. Воздушный шар строить в Англии. Компания как раз Cameroon Ballon. Та компания, которая строила воздушно-шара и до американского путешественника, воздухоплавателя Стиха Фосета. Ему так же Дик Смит помогал. И почему мы берём всю команду Стиха Фосета. Он перелетел вокруг света, пролетел за 14 дней в 2002 году. И вот с 2002 года мы вплотную занимаемся этим проектом. И сейчас этот проект почти что подходит к завершению подготовки на земле. И вот в июне месяца или в июле будет старт с Австралией. Я Австралию хорошо знаю. И знаю, что там много русских. А я же сам с Дальнего Востока, с находки. И я даже в находке вместе с ними встречался, как сразу встретился в Австралии. Меня очень хорошо встречали, потому что, я ещё раз скажу, те русские, которые живут, они меня любят, уважают и всегда приходят, когда я захожу в Австралию. Я и стартовал, и финишировал то первое курсетное плавание с Австралией. Меня в то время, в 1990 году, очень много провожало русских. Но тогда ещё те русские, с того поколения. Сейчас уже русские с нашего поколения, молодые. Приехала очень много встреча. И потом я же ходил в храм с отцом Георгием. Мы служили как раз в благодарственном молебене Николаю Чудотворцу. Я был в русском центре, в русском клубе. И сейчас я скучаю из Австралии. И в ближайшее время, когда я полечу на разведку стартовую, я обязательно заеду в Бризман, обязательно полечу в Хобарт, в Сидней. Потому что для меня эти города как раз много мне и помогали, и молились за меня. Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился и будет молиться. Это мой дом, это моя мастерская, это экспедиционный центр. И здесь, рядом, часовня-храм, в которой я служу. Я знам Иерей Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. В этой часовне я служу, я молюсь не только за себя, за экспедицию, но и за ребят, которые отправляются в экспедицию. Я за них буду молиться. Здесь приходят мои друзья или альпинисты, которые идут на Эверест, на К2, Гималайи или на другие вершины. Вот мы здесь встречаем, провожаем путешественников. Это храм для путешественников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова